Началась работа над проектом бюджета на 2021 год. Сегодня на совещании у президента обсуждали, какими будут основные статьи госрасходов. Прежде всего, государство должно выполнять свои социальные обязательства по выплате зарплаты пенсий с апреля запланированных рост. Зарплаты поднимут врачам, учителям, военным. Сохранятся многие госпрограммы. Те все программы я поддерживаю, особенно поддерживаю по сельскому хозяйству. Я уже говорил не раз о самодостаточности, и как показало время, эта самодостаточность, она во многом нас спасает. Не только в сельском хозяйстве, в части производства и всей остальной деятельности нашего государства. Надо к этому стремиться. Поэтому, как бы ни было сложно, надо думать и о развитии, и о фондах развития в том числе. Председатель правительства Александр Мартынов озвучил прогнозные показатели преднестровской экономики. В ВВП около 14,5 миллиардов рублей. Небольшой рост объемов промышленного производства. Прогнозируемая инфляция 4%. Валютный коридор, отметили в правительстве, останется в рамках от 16 рублей 10 копеек до 16,5 за доллар. По предварительным подсчетам, расходы государства составят около 6,5 миллиардов рублей, доходы на 2 миллиарда меньше. Источники покрытия дефицита есть. Также отметил Александр Мартынов, государство не планирует повышать налоговую нагрузку. Повышения тарифов на коммунальные услуги не будет.